Дмитрий Казаков И сегодня у нас очередной сюрприз Сегодня мы вас познакомим с еще одним путешественником Который проезжает наш город Он, кстати говоря, в этом городе в молодости жил Прожил 4 года Да, зовут его Виталий Фамилия у него Власов Помнишь? Да, и он едет на мотоцикле на Enduro 400, да? По-моему, Enduro 400, да? Едет с Краснодарского края Ну что ж, Виталя Давай, рассказывай Как у тебя это все получается Отлично Все получается спонтанно Ну, весело, интересно Ну, самое главное настроение И желание дойти до конца Цель Цель дойти до Владивостока Значит, начался маршрут я Армавир Сочи От Черного моря И сейчас Сейчас в Чите Дойти нужно до Владивостока Вот такие планы Это так вкратце Угу То есть, вообще Ты когда выехал? Выехал я 12 августа 12 августа И то есть, сегодня у нас Сегодня у нас 1 сентября И так ты уже в дороге Получается 18-19 дней Да? 19, даже 20 дней ровно Потому что 31 день Ну, как тебя сподвигла Идея сама Как она у тебя возникла О том, что Ну, действительно Проехать на мотоцикле В такое расстояние Вырос я Вырос На Баме В Амурской области От станции Амарева Город Инда Вот И мечта туда попасть Она Ну, давно очень уже Именно попасть туда Сначала думал Самолетом Поездом Как бы все это интересно И банально Люди путешествуют На велосипедах ездят Вот Поэтому я купил мотоцикл Недорогой Для обучения Покатался по дому Потом купил вот этот Эндурик 400 кубовый Поднакопил денег И в бой И отправился В путешествие Вообще Я так понял Что ты первый раз Совершаешь это путешествие На мотоцикле И причем Сразу в такую даль Да Это первый раз Я еду В такую даль И вообще На мотоцикле В такую даль Ну, вообще Как вот это Единение С природой Как оно вообще Это Ну, это же Ну, здесь На машине Путешествовать Это одно А вот на мотоцикле Дождь Не знаю Комары Мухи Пауты Все летит Как вообще Как вот эти Твое впечатление Все как ты рассказал Так оно есть Мухи Мухи Иногда даже Залетают Они залетают Шлем Где отверстие Микрофон у меня Где еду Рассказываю И один раз Залетел оса Вот я тебе Рассказывал Сегодня Залетел оса Километров 100 Ехал В час И Одной рукой Рулю Второй рукой Открываю Пытаюсь Открыть Визор У меня Здесь оса У меня Внутри Перед визором Фиксирует И летает Ну, не успел Укусить Значит Это вот По поводу Насекомых А так Все не бьются Постоянно Об меня Очень больно Бывают Бьют Ну, это в смысле В тело Когда попадают В голову Бывает Так вот Получаешь от них Такие дела Что еще Такого интересного Запахи разные Такие абсолютно Коровы Где проходит Свой запах Да, да, да На железной дороге Проезжаешь Там совсем Все по-другому И в каждом регионе Что я заметил Там воздух Он совершенно разный В каждом городе Да В каждом Башкире Допустим Там цветы Башкирские Меда Пахнут по-другому Они Сюда въехал Здесь уже более-менее Родной Такой Все-таки Читов Семь Клима Другой Перевью Виталь Чем в Чите Пахнет Забайкальский край Как ты Вот заехал В этот регион И как тебе Хвой Сосна И поля Поля Вот этот Такой Свообразный Запах растений Поля Я не могу Сказать Конкретно Но пахнет Совсем по-другому Родиной Родиной Чем дальше Туда Да, я хочу Как бы сразу Сказать Для зрителей Пояснить То, что Виталя В принципе Почему едет в Тынду То есть Он там Значит Родился На Баме Родители военные Служили там Там ты родился Да, получается Родился я не там Но всю жизнь Я С маленького С маленького Я провел Уже на Баме То есть Мы начали С 74-го года Это была Лонка Потом мы переехали По Тынду 18 километров Потом станция Марьево Вот сейчас Ты едешь Именно туда Да, именно На Марьево Это Тында Еще 100 километров По Баму Я пойду По бездорожью Как ты думаешь Выдержит мотоцикл Твой Будем просить Богов Как вообще В дороге Как было в пути Все-таки Возникали ли проблемы С мотоциклом Техника же Все-таки Техника Да Техника Техника Еще та Потому что Это китайский Стелс И очень многие Недоброжелатели Прогнозируем До Урала Только Ты дойдешь На этом мотоцикле Вот Но на этом мотоцикле На этой модели Никто еще не ездил Так далеко Что именно Через всю страну Это первая Я еду на такой технике Конечно Сюрпризы Преподносит И сюрпризы Были такие То что я до Иркутска Ехал на одном болту Задней звезды То есть мне три болта Отлетело Потому что Это такая интересная техника У него все откручивается Все что можно Все откручивается То есть один болт Я подпер Вообще баночки сардинки Ой Ставридки Ставридки Резьба Раскрутилась резьба Гайки поддона На картере поддона На картере поддона Да И остался Я в чистом поле Один продуктовый магазин Рядышком был Маленькая деревушка Была Продуктовый магазин Чтобы как-то поменять масло Залить срочно И долить масло Пришлось купить баночку Ставридки И подпереть Эту баночку Крышки поддона Снизу Вот так вот Вышел с положения И доехал Но это же Опять же Этот НЗ Непрекресновенный запас Всегда можно Достать эту баночку И ее съесть Теперь у меня всегда Горячая ставрина с собой Ну ладно На мотоцикле Значит Сколько проезжаешь В день километров На нем Ну Меньше всего Это было Позавчера 270 километров Потому что я задержался В Иркутске На Байкале Срудянка Култук Омуля ели Много катались Отдыхали А вообще в среднем От 200 До 800 Вчера 830 километров У тебя вчера Самый большой Был пробег Да получается Я спешил На интервью Я знал Что ты будешь Иронизирует Это дело Ты спешил домой Туда Где ты провел Юность Мы сегодня Дорогие друзья Побывали В поселке Гресс Где Виталия жил Где я в принципе Жил в этом поселке И действительно Посмотрели Что там творится Видите Как бы картинки К сожалению Мы вынуждены Констатировать Тот факт Что Ну вот этот Тот поселок Он немножко Он наверное Постарел вместе с нами Наверное Наверное так Да И вот Вот такое вот ощущение Вот мы видите Вот этот энергетик Магазин Мы сейчас Вот идем Показываю Раньше это был Стеклянный магазин Как-то он Ну радостно Выглядел А сейчас его замуровали Видите Он какой-то весь Заделанный Не знаю для чего С какой-то целью делать Либо с целью Значит обороны От неприятеля Либо это Все-таки в целях Экономии Да Электроэнергии Да Электроэнергии Ну в зимний период Времени Ну и вообще Как бы Да вот видите Мы сейчас Вот Сейчас видите Тоже на экранах Картинку Где мы Подходим К Черновскому Совхозу Некогда Это был Совхоз Миллионер Это действительно Богатейшее Ну предприятие Было Продукцию Они Свою овощеводческую Поставляли По всем Близлежащим регионам В Иркутск Шла продукция Шла в Улан-Удэ Везде Ну это действительно Совхоз процветал И что Сейчас случилось С ним Сейчас его перекупили Сейчас по-моему Гражданин КНР Владеет им Ну вот Как-то он экономит На том Чтобы действительно Скосить эту лишнюю траву Привести в порядок Административное здание Вы видите Оно как бы вообще Просто сейчас Законсервировано Но такое время Ну что еще Виталь Скажи мне Как Значит Все-таки Твое впечатление От поездки Были ли какие-то Поломки в дороге Без поломок Не обходится Первая Это поломка С болтами Потом Спидометр После Иркутска Помахал мне стрелочкой И приказал Долго жить Уже навсегда Все навсегда Уже навсегда Да Дальше я иду Без спидометра В принципе это не самая главная часть Мотоцикля Которая должна Работать Вот Температурный датчик Тоже Потихоньку Ушел в нет А вообще перестал Перестал показывать То есть так Ты уже все Со временем Ты совсем ослепнешь Я думаю В плане техники То есть приборы Которые показывают Параметры Того Агрегата Так скажем Потихонечку Умирают У нас есть еще Тахометр Есть габариты По тахометру Можно по тахометру Ориентироваться По нему же И температуру Измерять И Так скажем И скорость Где-то примерно Высчитывая Самое главное Конечно Точка маршрута Поэтому там что сломается Уже не страшно Едет он Заводится Везет меня Надо доехать до конца То есть получается Было две поломки Основных Да Вот таких вот Самое Самое страшное Конечно Это то что Вот болты Раскрутились Раскрутились болты Даже побило Немножко маятник С этим справились В Иркутске Все поделали А вообще Для Тех кто водит Стелс Хочу вам сказать Двигатель Себя оправдал На самом деле Это вот Беспрекрас Беспрекрас Всех говорю Потому что двигатель Да Двигатель работает До сих пор идеально Свои 400 кубов Отрабатывает И вывозит меня В любые горки Надежно Ничего не ломается Единственное Подворец Коробка Ну это уже Обслуживание В пути Сколько Что нужно делать Сколько литров Расход топлива Ну с обслуживания Давай начнем Каждые 2000 километров Две с половиной Нужно менять масло Замена масла Сколько масла 2 литра масла 2 литра масла Полосинтетику Ну желательно подороже Не экономить На масле Масло смазывает Коробку Смазывает двигатель Вот Второе Цепь Каждые 500 километров Нужно мазать Обязательно цепь Цепь растягивается Ее нужно подтягивать И обязательно смазывать Проверять Электролит Ой электролит Вырежешь это Нет Мы ничего не вырезаем Все как есть Можно Антифриз Уроните Фриза Потому что А так он Еще и С это С один Охлаждение Ох Ничего себе Я даже честно говоря Друзья Я не знал У меня кроме Минска И восхода Ничего никогда не было В наше время Все они были С воздушным Охлаждением А вообще Это копия Немецкого БМВ БМВ ГС Вот этот же Мотоцикл Он же в принципе Это больше Предназначен Для вот таких Дорог Для бездорожья Да Все таки Или нет Это мотоцикл Двойного назначения А Двойного То есть Можно Подняться В эту гору Куда мы Сегодня с тобой Поднимались Ну поставить Резину Которую Подходит Для такого Грунта А на той Резине На которую Сейчас еду Это Асфальт Асфальт И сухая Сухая Грунтовка Где Ночуешь В палатке В основном Пока я ехал До Новосибирска Ночевал в палатке Пока было тепло Ага Но когда я проснулся На улице было плюс пять В общем Что там Вся охота Отпала Ночевать в палатке Сейчас На байкпостах На байкпостах Байкпостах Могоча Известный Байкпост Солисибирска Известный Байкпост Тайшет Волгоград Байкпост Пиреэра Ростов-на-Дону И Магдагачи Это вот Вашу Благовечность В ту сторону Дальше То есть Здесь Когда у нас На востоке Страны Больше развито Это чем на западе Да Очень много Байкпостов Именно здесь Потому что Не все Хотят ночевать Тайги И соответственно Люди Поменялись Побаиваться Но в плане безопасности Сейчас все равно Вроде как бы Ситуация поменялась И тем не менее Все равно страшно Да Ночью Когда ложишься Спать Под одеяло Когда на себя Натягиваешь Сильно Всегда Всегда Присутствует Конечно Что-то такое А вдруг Как то Мало ли Просто подойдут И спросят Что ты тут делаешь Мужик Поэтому Подальше от людей И к сожалению Так многие Мотосклисты делают То есть Как бы доверие У людей Пропало Доверяй На проверяй После случая У вас Вот в край Когда убили скутериста После этого случая Стали организовывать Байпосты Ну это хорошо Это как бы Это же здорово Это правильно Это правильно Действительно Но ночью Не каждый готов ночевать Но вот вообще А попадал ли Вне погоды В дождь В дождь В какой-то Проливной Такие Как вот у тебя Вот вообще С погодой Как в твоем путешествии Как дела Обстояли с погодой Отдельная тема Для разговора Я выехал 12 числа Сар-Маира Поехал в Сочи Всю дорогу Всю дорогу И правда Я встаюсь Перед четкой Когда узнал Адрес Уже было темно И он такой Бабах Чуть-чуть Полило Полило Всего один раз За всю дорогу Всего один раз За всю дорогу Офигеть Ну слушай Виталий Могу сказать одно Что-то ты ел В детстве ложкой Халвуя Халвуя Переел в детстве Поэтому у тебя Наверное Такая действительно Есть такое понятие Друзья Такое как Светлые люди Да Светлые люди Когда они едут У них всегда И им сопутствует Удача Как бы не этот Стучу по дереву Не дай бог Чтобы это Все было И дальше продолжалось Потому что Дорога Еще не простая Еще ехать Много Потому что Планы еще Такие Достаточно серьезные И самое главное У тебя сейчас Гравийные участки Начнутся Дороги Плохие дороги Так скажем Пока ты путешествовал По асфальту И вот Эти гравийные дороги Могут Добить Коробку КПП Так называемую Она уже Немножко начала Подшаливать То есть Начиная С Омска С Новосибирска Скорость Моя уже не Перевезжает 100 км в час Это вот Потихоньку Коробка Приходит Негодность Это заводской брак У всех моделей Прошло я на ней 6 тысяч И сейчас Я уже не могу Нормально ехать Потому что Обгон Очень тяжелый Очень тяжело Фуру обгонять Вылетает Передача Но она Потихоньку едет И вот Если эта коробка Выдержит Бам Если она Не рассыпется У нее внутри Не помашет Меня как Спидометр Как дача Температуры То значит Я пойду дальше Благовещенск И конечно В цели Хотел бы Владивосток Это прямо В лазерке Находка Находка Это конечно Точка моего маршрута Куда я планирую Поехать Находку Офигеть То есть Общее количество Километров Все таки Сколько Ты считал Пробовал Прогнозировал Сколько Это примерно Если с учетом того Что Максимального маршрута С учетом дохода До находки Через Вот Армавир Сочи Тында Марьевая Благовещенск Это по-моему 9000 9000 И еще 2000 По-моему До находки Или 200 Я так понимаю Что в обратную Дорогу Ты не собираешься Ехать на мотоцикле Ты его собираешься Отправить Да Вроде как-то Так Ну К сожалению Отпуск заканчивается И придется Отправлять мотоцикл Транспортной компанией А самому самолету А самолету Но это уже не страшно Потому что Весь маршрут Пройдем Вот я хотел поехать И я вот так вот Еду потихонечку Виталь Расскажи Какие еще Были интересные моменты В пути Что там Что можно Выделить В твоем путешествии Выделить Да можно выделить Вообще все путешествия В целом Вообще всю поездку Хотя вот на самом деле Эмоции конечно Переполняют Они прям Выпирают эмоции Это вот надо Чтобы прочувствовать Все это Это надо Самому сесть И поехать И посмотреть Посмотреть на каждый регион Посмотреть на людей На природу Это очень интересно И сказать Конкретно Что именно Это Что именно то Нет Вот прям Вот все Все Жара В Волгограде Там Ужасная жара В Саратове Когда у меня телефон Когда надо было ехать по городу Телефон сказал мне До свидания Я перегрелся Значит Ты едь как хочешь Едь дальше сам Отключилась навигация Да Отключилась навигация И ехал я в одной майке Потому что воздух обжигал Вот так вот Так а ты бы кондиционер включил Кондиционер Визор поднимаешь И горячий воздух кондиционирует Горячий воздух Вот так вот На самом деле Действительно На мотоцикле Люди Путешествуют на всем Путешественники Мы встречали На велосипедах Путешественников Пешком Людей встречали Даже встречали парня Который катил тележку с собой Вообще У него тележка Прямо И все И вот он Что-то там в ней Скарб какой-то И вот он пешком Прямо Я его как-то даже Вот глаза и лицо До сих пор Вот она у меня стоит Перед глазами Я увидел Вот он прямо выходил На дорогу его видно Все Сейчас еще 200 километров За месяц Да Где-то так Все-таки на мотоцикле Немножко повеселее Но мотоцикл Тоже это Вот это Вот данная модель Но она не относится Такой к премиум классу Это недорогой мотоцикл Это недорогой мотоцикл Это типа нашего Минска или Восхода Или получится Это чуть покруче Конечно Все-таки Водяное охлаждение А ну да Кубатура Кубатура И Для тех кто не верит В эти мотоциклы Скажу вам Что я вот уже в Чите Я уже в Чите Вот так И это первый мотоцикл Который Проедет От моря От черного До японского До находки Дойдет Но если не дойдет Прощай Прощай КПП На БАМе Да Ну по крайней мере До тында Он дойдет Сто процентов Так что стелс Стелсоводы У кого есть Верьте Верьте Свои мотоциклы Вот я вам пример Который едет Даже на поломанной коробке Едет Как тебе вот вообще Вот Все-таки Возвращение Через сколько Это ты уехал Где-то В 90 В каком Четвертом В 94 году Да уехал отсюда Как тебе читать На твой первый взгляд Вообще Как город Как город И как твои родные места Вот я о них уже говорил Немного Но Чуть-чуть вкратце И так скажем Прогресс Конечно Да То что он постарел Вместе с нами Единственное То что мы подстригаемся С тобой Да А гресс Не подстригали Вообще Там все заросло Точно Точно Это действительно Так Мне было Лохматый Такой Как бичара Гресс Стало Вообще Ну хотя Мы 33 школа Вот она Наша Тоже родная Как бы В которой мы учились Ну все приятно Все родное Но все Вот как бы Немножко печально Печально Да У тебя такое же Впечатление Да Вот когда я уезжал Такая была дорога Уколо дома Вот такая К сожалению Дорога же осталась Те же ямы За 20-30 лет Еще не поднималась Никто не закопал Никто не задел Это конечно Печально Я тебе открою тайну Ее каждый год Выкапывают По осени По весне Да Чтобы не менять Ничего Конечно Я когда въехал Я поехал Я въехал на КСК По-моему И мне сразу Показался Асфальт Новый асфальт Я так обрадовался Вон в Чите Все-таки делаю дороги Чтоб там не писали Но это длилось Километр по-моему Или полтора За первым же поворотом Ого Годрасса 90-й год Узнаю Вот это родной город Родные места Это ты по Ивановской Проехал Да Ее только в этом году сделали Ну Еще сейчас Немножко Как бы мы отвлеклись Виталин Ну А снаряжение Твоем Вот у тебя два рундука Да Вот мы Кстати говоря Они вот у тебя порвались Мы их тут в гараже Останавливаем Кофра Кофра Да Я тут По-своему называю Что в них Что в левом Тут час бы еще вспомнить С какой стороны левый Ну вообще Какое имущество Давай расскажу Что с тобой везешь Все что я везу Да Потому что Все равно ограничены Возможности ограничены Да Могу с собой не взять Ага Спальник обязательно Спальный мешок Спальный мешок Палатка Спальный мешок Палатка Циновка обязательно Циновка Это которая Кладется в палатку Ага Ну это на дно Вместо коврика Да Вот Под на нее Сверху кладется Два войлока Небольших Везу с собой Теплое белье Обязательно Холодно Термобелье Термобелье Свитер Свитер Обязательно Одеваю Ну что еще Горелочка Горелочка Это Да Пищу приготовить Газовый баллон Газовый баллон Пьеза Потом краб Печка маленькая Краб обязательно Ага Ага Везу с собой кофе И турку Кофе и турку Ты еще и кофе варишь Турку да Варю кофе А кофе машина Не кофе Намолотил его дома Да Да Не берешься Сейчас просто везу Вот так вот И когда прям совсем все уже Надоедает Хочется плюнуть И дальше пойти пешком Я раз Сварю себе кофе На остановочке Где-нибудь от ветра Попью И дальше в путь Вот Что еще Запчасти везу Тестер Так как мотоцикл Не самый надежный в мире Поэтому я везу практически все Вот Да Вот Уазик Ну и как бы Отличная техника Но с собой Ремень надо То надо То Все надо Все помаленьку У меня то же самое Куча ключей Да И тестеры Катушка зажигания И лампочки И ВД Обманываю Обязательно Армированный скотч Кстати Вот хочу сказать Тем кто придумал скотч Я бы выдал бы Нобелевскую премию Это незаменимая вещь Вообще Путешествие Скотч И пластмассовые стяжки Ты видел Как я ими подтягиваю Да На этих стяжках Держишься Можно сказать Пол мотоцикла И конечно Синие изолента Да Но у тебя даже Запасное колесо Запасное колесо Обязательно везу Это для бездорожья Для БАМа Это эндуро Эндуро резина А почему одно? Потому что одно уже поменял А Одно стоит Я в Иркутске поставил На перед Поставил мягкую резину Так как Родная китайская резина Это просто пластмасса Которая не любит воду И на ней Можно легко Уйти в кольжечку Поймать И дальше Продолжать движение Уже в скорой помощи Скорая помощь Ну не дай бог Нет нет Это тоже нежелательно Поэтому резина дорогая Каждое колесо Порядки 7 тысяч рублей Стоит Ну на резине Экономить нельзя Офигеть Ну 7 тысяч Ну это как это На машине Резина это Бывает дороже Ну да Потому что мотоцикл Это самый Моциклист Самый незащищенный Участник движения Если еще резина Не будет тормозить Или будет лопаться Взрываться То это будет не поездка Это вообще Это 50% успеха Ну 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 Резина Хорошая резина Если ты держишься хорошо На асфальте Это уже хорошо То есть едешь Не боишься Не переживаешь Что тебя будут фуры Прижимать Как было вот в этом Моей поездке Было несколько раз То есть Просто не дают обгонять Допустим Когда вот коробка Подломалась немножко Начинаешь обгонять фуру А есть такие водители Которые Газы прибавляют Да Да что там мотоциклист Сейчас мы тебя там Подвинем с дороги Такие были моменты Не очень приятные Ну Ну бывает Бывает Мир не бездомных людей Так скажем Мы где-то Мы об этом все знаем Это вода Есть такое Но очень много Путешествуют Мотоциклистов Очень много ездят Ну что же Мы вот сейчас Друзья С одним из них Познакомились И он нам рассказал Проехал 7000 километров И вот такие Человекопланы Молодец Виталь Ну что же Огромное тебе спасибо За твой рассказ За то что поделился Со зрителями Моего канала Я думаю Что и твои увидят Ты все равно разошлез Где-то Видео отправишь Ну а мы будем Наблюдать за тобой Смотреть Болеть за тебя Переживать За то чтобы у тебя Все в дороге Все было Хорошо Огромное спасибо Катайтесь друзья На мотоциклах Обязательно Катайтесь на мотоциклах Обязательно И на УАЗиках И на УАЗиках Обязательно На Патриотах И вообще Надо путешествовать Надо менять картинку Да Постоянно Мы сейчас Как бы опять Находимся В таком просто Шикарнейшем месте Ну здесь На сопке Сахатино Это долина реки Ингада Ну и я часто Сюда приглашаю Людей Которые приезжают В наш город Я считаю Что здесь Это одно из Самых красивейших Мест Шикарное место В нашем Так скажем Регионе Да Очень красиво Воздух 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 Шикарное Ну что ж Всем спасибо Дорогие друзья Пишите свои комментарии Обязательно Подписывайтесь На наш канал И до новых встреч